Наше путешествие по рекам России продолжается. По Волге наш теплоход прибыл в город Чебоксары. Погода была не очень солнечная, но разве не Настя сможет помешать настоящим пилигримам? Как проходят службы на Чувашском? Кто перевел Библию на единственный живой язык древних булгаров? Как французский монах стал наместником русского монастыря? Об этом узнаем сегодня на телеканале «Спас» в проекте «Пилигрим». Мы уже несколько дней идем на теплоходе «Максим Литвинов» по Волге. Теплоход – это маленькая жизнь, свой особый мир. Все сконцентрировано на борту – общение, развлечение, наблюдение за природой. Но это для пассажиров, участников круиза. И совсем незаметно для окружающих проходит жизнь команды. Ведь для того, чтобы эта огромная машина двигалась по водам реки, бороздила волны и пробивалась сквозь ветра, работает много людей. Нам разрешили зайти в самое сердце теплохода – машинное отделение. Я никогда не сталкивалась с такими механизмами, но тут было интересно разобраться, как это работает и кто же управляет миром теплоходных двигателей. В данный момент мы находимся на вахте, обеспечиваем ход судна и жизнедеятельность, отвечаем за безопасность судна, пожарную безопасность и в целом за весь теплоход. А мы можем сейчас развернуть корабль? Что-что, развернуть? Развернуть, конечно. Все в наших руках. Можем? Да. То есть штурманский состав находится в наших руках. Вот оно. Да. Тоже тут сердце теплохода, а голова находится в рубке. То есть если вы с чем-то не согласны, то там не возможно. Этого не доходило. То есть мы дружим, да. Витамин Д пьете? Вам же, наверное, не хватает. Не хватает витамина Д, других витаминов не хватает. Но мы люди подземелья, к этому привыкли. Первые пять лет тяжело, как говорят, а потом привыкаешь. Машинное отделение теплохода – это настоящее чрево кита. Чувствуешь себя библейским ионой, которого поглотил кит. Но, как известно, ветхозаветный пророк покаялся за свое неповиновение и был спасен Господом. Это дало ему возможность проповедовать Слово Божие и пророчествовать среди людей. Пора и нам выбираться из чрева теплохода и отправляться в новые святые места. Тем более, что наш теплоход уже причаливает к берегу. Вы встречали когда-нибудь выражение «русский мир»? Географический границ этой вселенной вы нигде не найдете на картах. Так часто говорят о тех территориях, народах и культурах, в которых говорят на русском языке и исповедуют православную веру. В русский мир входят не только русские. Множество народов и национальностей могут считать себя полноправными жителями русского мира. Сегодня мы приехали в Чувашию. Здесь живут люди разных национальностей, но все они часть русского мира и русской церкви. Сегодня мы узнаем о самых важных святынях этой земли и о национальных особенностях Чувашии. Каждый новый город – это как новая книга. В ней есть множество страниц о великих и драматических эпизодах жизни. Есть истории простых людей и святых, тех, кто всей своей жизнью прославил Христа. Есть рассказы о классиках и современниках. Мы открываем новую страницу. Итак, что знает обычный человек про Чебоксары? Во-первых, это столица Чувашии. Во-вторых, это город на Волге. В-третьих, здесь есть что-то связанное с тракторами. Ну, послушайте, ведь это место с тысячелетней историей и невероятной красоты. А вы почти ничего о нем не знаете. Давайте знакомиться. Чебоксары – город на Волге, столица Чувашии. Говорят, что первые поселения здесь были основаны еще в XIII веке. Чувашии – интересный народ с богатой культурой и историей. Разговаривают здесь на Чувашском. Это единственный сохранившийся язык из древней группы булгарских языков. А еще Чувашии в основном исповедуют православное христианство. Еще в XVIII веке в чувашских деревнях строили храмы на народные деньги, как тогда говорили всем миром. Главный собор города Чебоксары возвышается на холме. Это Веденский кафедральный собор. Место для его постройки выбрал святитель Гурий Казанский. Сначала здесь построили деревянную церковь, но потом, после пожара, выстроили уже каменное здание с красивой колокольной. Отец Сергий, скажите, пожалуйста, какие самые древние иконы в этом храме? Самое ценное для нашего храма и для нашего города, нашей республики – это Владимирская икона Божьей Матери, которая находится здесь, именно в самом иконостасе. В XVI веке царем Иоанном Грозным был направлен святитель Гурий по Волге. Поднимаясь в Казань, святитель Гурий остановился именно на этом месте и благословил город этой иконой. И с этого благословения началось и просвещение Чебаш, и впоследствии появился здесь изначально деревянный храм, и в итоге вот этот каменный храм, который уже исторически с того времени уже сохранен, и имеет тот первый образ, который был изначально установлен, скажем, да. Особо почитаемой иконой здесь, в Веденском соборе, как и во многих других храмах, стала икона святителя Николая Мерликийского. Но здесь этот образ секретом. Вот в икону вставлен еще один небольшой образ, как бы в ковчеге, и это чудотворный образ. Явленная икона святителя из села Иншаки. История ее началась в 1751 году. Предание рассказывает, что язычник по имени Алтазан при спашке земли нашел дощечку с изображением иконы. За ненадобностью он отдал ее в игрушки дочери, а та увидела во сне незнакомого старичка, который попросил ее отнести икону в церковь. Сначала, конечно, отец решил, что это болезненный бред дочери. Но после того, как по молитвам святому образу дочь исцелилась от тяжелой болезни, язычник-отец уверовал в Господа и крестился. Вскоре, недалеко от места обретения иконы, забил чудесный родник. Образ отнесли в храм. И слава о чудотворном образе святителя Николая и о святом источнике распространилась по всем окружным губерниям. Теперь маленькая чудотворная икона хранится в главном соборе Чувашии, а молитвы к ней звучат и на русском, и на чувашском языках. Это для вас родной язык? Да, для меня родной язык. Я по национальности Чувашия, у меня родители Чувашии. И мое детство прошло в сельской среде, в деревенской среде. И мои первые слова, которые родители меня научили, это был Чувашский язык. Потом, впоследствии, просто уже я выучил русский. А давно служите на Чувашском языке? На Чувашском я начинал в деревенском храме алтарником. И слышал уже богослужения Чувашского священнослужителя, хора. Вот, впоследствии, просто уже, когда рука положилась, меня поставили в городе, да, изначально вот, то есть весь уклад церковный именно на Чувашском языке я перенял уже, скажем, в приходском деревенском Чувашском храме. Службы на Чувашском языке для славянского уха звучат необычно. Постоянно ловишь себя на мысли, что мелодия знакомая, и хочется пропеть молитву, но слова совсем другие. Это интересное ощущение диссонанса и гармонии одновременно, потому что слова молитвы узнаются в любом языке. Здесь, в храме, мы познакомились с певчими. Как красиво! Ребят, как так получилось, что вы поете на Чувашском языке? По благословению Владыки, мы начали петь на Чувашском языке. Какое звучание вам нравится больше? Ну, естественно, нам нравится на славянском языке. Привычнее? Это привычнее и проще намного. Но по сравнению с тем, как мы начинали петь на Чувашском, это было сначала сложно. То есть мы фонетически... Да, да, фонетически очень было сложно, да. Да, но на Чувашском языке там есть своя дикция, и вот хотелось бы приближенно петь, чтобы Чувашский народ понимал наше пение. Да, и получается сейчас уже мы постепенно внедряли сначала одно описное пение, потом два и так далее. Сейчас вот мы уже всю службу можем спеть, всю литургию на Чувашском языке. То есть уже полегче становится, уже привычнее с каждым разом. А что бабушки говорят Чувашки? Они, им нравится. То есть все... Они сами служат на Чувашском, и поэтому, если, например, архиерейская служба у них, они тоже, ну, хотели бы слышать Чувашскую речь, и поэтому наш ладык нас и благословляет петь на Чувашском. Очень благодарят, говорят спасибо, что изучаете Чувашский язык. Ну, естественно, приятно слушать, когда поют красиво. Ну, стараемся. У нас получается. Мы были на вашей службе, да. Очень понравилось, и непривычно, и очень благословно. Как на Чувашском, Господи, помилуй? Эй-тур-щер-лах. Эй-эй-тур-щер-лах. Эй-тур-щер-лах. Шир-лах. Эй-тур-щер-лах. А, да, ну вот, и сложно. Да, сложно, да. Сложно только сначала. Но я уверена, если задаться целью, то можно выучить любой язык. В конце концов, с Божьей помощью все возможно. Тем более, если этот язык помогает разговаривать с Господом. Субтитры создавал DimaTorzok Тема чувашского языка в богослужениях мне показалась интересной. Ведь благодаря священным текстам, переведенным на национальные языки, множество людей получает возможность не просто приобщиться к вере Христовой, но и лучше понять смысл священного писания и христианского учения. Просто представьте себе. В России живут 193 народа, а разговариваем мы все на 277 языках. В Чувашии живет Ева Николаевна Лисина, переводчик Библии на чувашский язык. Этот титанический труд – настоящий духовный подвиг. Ева Николаевна, как долго вы переводили Библию? Ровно 19 лет. Почему так долго? Ну, как же вы думаете, переводить такую огромную книгу, куда входит 77 книг? Я думаю, что 19 лет – это мало. Это мало? Да. Вот со мной начали… Это был проект для языков Советского Союза тогда, да? Один из этих языков был чувашский. Мы начинали вместе. Вот 19 лет я переводила. Уже 10 лет как книга, можно сказать, будет. И до сих пор ни один язык еще не мог перевести Библию. Так что они уже работают, можно сказать, 30 лет. Другие там. Может, в этом году появится, может, на башкирском языке. Так что 19 лет – это очень мало. А скажите, чувашский язык, насколько он распространен в быту? Ну, как в быту он распространен? Мы, конечно, наверное, были из тех последних поколений, которые выросли на чистейшем чувашском языке. Все предметы, все предметы в школе были только на чувашском языке. И мы владеем, конечно, этим языком хорошо. И в деревнях, где я росла, там по-русски не понимали. Вот сейчас понимают. И даже им легче иногда что-то объяснять на русском языке. Вот таком состоянии сейчас. Но язык, я очень люблю говорить на эту тему. Мне всегда казалось, что чувашский язык создан специально, чтобы на этот язык перевозили Библию. А вы слышали? Потому что настолько это ложится. Вот все можно о чувашском языке сказать. А какие особенности фонетические? Какое вам? Если вот можно его описать в нескольких словах. Это чурский язык из булгарской группы. Из булгарской группы осталось только один чувашский язык. А по звучанию как он вам слышится? Песня. Я думаю, что язык невероятно красивый. Он весь музыкальный. Чувашские монахини, я часть книг переводила, Спаса Преображенского в женском монастыре, и говорили старые монахини, вот они говорят, Ева, мы знаем русский язык. Мы читаем и Библию, и молив на русском языке. Но русский язык сначала идет в половую. Мы его понимаем. Только потом спускается в сердце. А чувашский язык идет сразу в сердце. И там уже остается. Вот это правда. Я тоже русский язык знаю. У меня есть Библия на русском языке, Но я читаю, да, в чувашском. Потому что это настолько все передается, все ситуации. И потом еще все-таки думаешь о своем народе. Меня всегда потрясало. Наверное, народ очень страдал. Потому что все страдания, потяжелые человеческие страдания, страдания мира, передает абсолютно в чувашский. А для счастья слов на чувашском языке не очень много. И нет столько слов для счастья. Нет столько, ну хорошо, прекрасно все. Много, но чтобы выразить страдания человека, море, все-таки с такими тонкостями. И просто это, в общем, да, Библия создана, язык. Благодаря труду Евы Николаевны и ее коллег, тысячи чувашских христиан получили возможность узнавать Божье Слово. Хотя мы-то точно знаем, что истины Господа проникают в душу и сердце на любом языке. Главное место притяжения всех приезжих – Чебоксарский залив. Интересно, что это рукотворное водохранилище. Его специально построили для отдыха горожан. Сейчас здесь много местных достопримечательностей. И что важно для нас, на берегу Чебоксарского залива есть несколько церквей и монастырей. Вообще, это настоящее украшение города во всех смыслах. В 17-18 веках в городе было 25 церквей и 4 монастыря. Вы только представьте себе, это всего на 5 тысяч жителей. Да, в начале 20 века здесь насчитывалось чуть больше 5 тысяч человек. Но город рос и развивался, и сейчас в нем живет более 500 тысяч людей. Чебоксарский залив – маленькое море, место притяжения туристов и горожан. Местные жители удивляются и признаются, что сейчас даже не представляют, как жили без него раньше. Интересно, что здесь сочетаются истории, современность, новые технологии и старинные храмы. Вся картина полной жизни. А еще здесь есть официальная дорога к храму. Так называется дамба в Чебоксарском заливе. Она ведет к Свято-Троицкому мужскому монастырю. Это тоже очень символично. Помните знаменитая «Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму?» Пожалуй, это лучшая дорога, по которой можно пройти. Свято-Троицкий мужской монастырь был основан еще во времена Ивана Грозного, именно с просветительскими целями. Ведь в те времена здесь жили представители булгарских и суварских племен. Они были язычниками. Монахи провели большую работу, рассказывая людям о Христе и его учении. Постепенно люди крестились и обретали веру в истинного Бога. Наша история была непростой. Вместе с ней переживал ее и монастырь. То процветал, то впадал в запустение. После революции в 1924 году его закрыли, церковные ценности отобрали, начали постепенно разрушать. Но волей Божией обитель сохранилась и в 90-х годах начала возрождаться. Как же живет монастырь сейчас? Я еще помню, когда я начал ходить в наш монастырь, в 95-м году мы с прихожанами помогали как раз приводить все эти постройки в божеский вид, к тому, чтобы расположились здесь уже храмы, как и должно быть. Мы, помню, разбирали здесь перекрытия между первым и вторым этажом. Вот как раз мы в этом помогали и немного позже здесь начали отмывать стены и под краской как раз обнаружились вот эти вот фрески конца 19-го века на первом и втором ярусе святителя наши и вселенские, и русские. Расскажу вам о трех самых главных святынях монастыря. Во-первых, Иверская икона Божьей Матери. Это список 16-го века. Митрополит Варнава подарил этот образ монастырю. Икона считается чудотворной. Поклониться ей приезжают паломники со всей Чувашей и из других уголков России. Это Иверская икона Божьей Матери. Ей более трехсот лет. Написана она на фоне. Какой темный лик. Лик ее потемнел, да, от старинной еще олифы. Когда мы спрашивали уже покойного владыку Варнаву, не отмыть ли от старой олифы, чтобы лик просветлел или покрыть новый, чтобы лик хорошо был виден, он сказал, что как раз лучше молиться иконе, которая не совсем открыта для наших глаз, так как и горний мир, в принципе, мы его не видим. Тайна. Да. Есть в монастыре и совсем уж удивительная святыня. Икона великомученика и целителя Пантелеймона с частицей его мощей. Вы только представьте, какая это ценность. Целитель Пантелеймон жил в IV веке. По молитвам ему совершаются настоящие чудеса по всему миру. И как же важны молитвы великомученику, особенно в наше пандемическое время. «Страстотерпче святые и целебниче Пантелеймоне, моли Бога о нас». Есть в Троицком монастыре и необычный образ. Не часто встретишь такое в наших церквях. Признай икона святителя Николая Мерликийского. Это редкий памятник церковного искусства XVI века. Если честно, на святого Николая хочется смотреть бесконечно. Удивительная работа и образ чудотворный. Считается таковым вот уже 400 лет. Предполагается, что этот образ находился над въездными воротами в город. Затем он находился в Никольском женском монастыре, который располагался рядом с нашим. Его преобразовали в Прихоцкую церковь еще до революции. Этот образ попал к нам после упразднения женского Никольского монастыря. И после революции его забрали в музей. Затем он попал уже после войны в мастерскую Грабаря, где им занялись художники, реставраторы. Ученые идентифицировали, что он относится именно к подлиннику Можайской школы. К тому времени, когда Лужицкий Можайский монастырь изготавливал массово эти образы, скульптурные, уколы Можайского. В 90-е годы этот образ был нам возвращен, отреставрирован. И святой Николай, его образ был приведен вот в этот вид, который мы сейчас видим. Еще одно удивление – настоятель Свято-Троицкого монастыря, отец Василий. Человек с интересной судьбой. Он француз по национальности, и ему судьбой было уготовано стать католическим богословом. Но пути Господни неисповедимы. В 22 года француз Пьер принял монашеский постриг с именем Василий и стал православным монахом. Ныне отец Василий – настоятель одного из самых крупных монастырей Чувашии. Отец Ерунин, он меня нашел в Псковпичевском монастыре и сказал, отец Василий, воля Божия, нам служить в Чувашии. А я не понял, где это. Я знаю, что это на Волге. Потом мы были на приеме в Петхиах Алексеев Второй, и он спросил, а вы куда хотите? А отец Ерунин сказал, мы желаем служить в Чувашии. Святейшие были очень удивлены. Мы приехали сюда, и до сих пор я здесь. Отец Василий говорит, что все, что с нами происходит, зависит от Божьей милости. Это значит, мы сами способны решать свою судьбу только одним – молитвой ко Господу и поступками по Евангелию. Его жизнь – этому хороший пример. Помните ту маленькую чудотворную икону внутри образа святого Николая? Мне кажется, это метафора Чувашии. Маленькая чудесная республика внутри большой прекрасной страны. Сюда обязательно нужно приехать, чтобы узнать этот народ поближе, вдохнуть волжский воздух и поклониться местным святыням. Ну а мы продолжаем наш путь по Волге. С Богом и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»